Вор в законе Амиранги Гичкори В 2007 году скончался один из старых воров в законе, коронованных еще во времена СССР Амиранги Гичкори. Пройдя многочисленные тюрьмы, где его пытались сломать как вора, он смог пережить многих своих товарищей и не запятнать воровскую честь. Он ушел из жизни не как его многочисленные соратники, убитые в ходе бандитского передела. Амиран был тяжело болен раком, и несколько последних лет страшно страдал от смертельного недуга. Он и стал причиной его безвременной кончины. Амиранги Гичкори родился 29 октября 1953 года в абхазском селе Пшапи на берегу Сухумской бухты Черного моря. В то время в поселке проживало всего 500 человек, преимущественно армяне и грузины. К числу последних и относилась семья Амирана. Взрослея, парень стал воровать, то у соседей что-нибудь стащит, то поселковый магазин обворует. Его не привлекали за кражи, учитывая возраст, но проводили беседы, что если он продолжит и дальше такую деятельность, то закончит свои дни в тюрьме. Впрочем, это не повлияло на молодого преступника, и родители были вынуждены отправить сына в Грузию к родне. Местные преступники встретили Амирана лучше, чем родня. Здесь он продолжил свою воровскую деятельность, уже с поддержкой таких же, как и он бродяг. В 1973 году Амиран был пойман с поличным и осужден на один год колонии. Там вор и познакомился с настоящими ворами в законе, которых когда-то боготворил на свободе. Выйдя на свободу, Амиран отправился в Сочи. Как показывал опыт сидевших с ним воров, именно на Черноморском берегу водились крупные уловы в кошельках отдыхающих. Здесь же обитали и мошенники всех мастей. Всего лишь около года Амиран был в Сочи, дожидаясь курортного сезона. А когда туристы стали заполнять город, попался на одной из первых краж. На этот раз суд присудил рецидивисту полтора года колонии строгого режима. В тюрьме он и был коронован в 1975 году, получив воровскую корону, а вместе с ней и статус смотрящего по тюрьме. Выйдя в 1977 году, Амиран уехал к родителям в Пшапе. Здесь, как и полагает человеку его статуса, продолжил совершать преступления, и в 1977 году вновь угодил за решетку. В тюрьме еще добавили срока. В итоге Амиран вышел на свободу только в 1983 году и перебрался на постоянное место жительства в столицу Краснодарского края. Он активно включился в криминальную жизнь города, и сразу же стал популярен у местных уголовников, которые стремились завязать знакомство с авторитетным вором. Но и оперативники не сидели сложа руки. В 1986 году Амирана задержали за хулиганство, самое распространенное в то время статье, и нашли у него наркотики с оружием. В итоге вор в законе отправился на 7 лет в колонию. Но благодаря пересуду в 1990 году, Амиран наконец-то получил долгожданную свободу. На воля! Дигичкори вернулся в Краснодар, став одним из смотрящих по Черноморскому побережью. Он зачастую принимал у себя именитых воров, и сам порой выезжал в регионы на различные воровские сходки. По его протекции было короновано 4 вора в законе. Кстати, одним из них является авторитетнейший вор Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский. Находясь в Краснодаре, Амиран поддерживал хорошие связи с местными законниками Владимиром Волковым, Волчок и Атари Микадзе, Чиччен. Эти воры в законе осуществляли контроль определенных районов. А Гигичкори были предоставлены Горячоключевской, Абширонский, Туапсинский и Армавирский районы Краснодарского края. Их он делил с таким авторитетным законником, как Ревазбух Никашвили, ПЦАУ. Группировка Амирана активно занималась рэкетом торговцев на вещевом рынке. Также они угоняли автомобили, которые в дальнейшем продавали. Не брезговал Гигичкори и контрабандой сельхозпродукции из Краснодарского края в Грузию. Но имелся и полулегальный бизнес по скупке и продаже цветных металлов. Не забывал Амиран и своих коллег по цеху, находящихся за рубежом. В 1998 году он присутствовал на воровской сходке в США, где единолично представлял Краснодарский край и отчитывался за движением воровского общака у себя в регионе. 2000 год начался для Амирана с задержания. 12 января 2000 года его джип Гранд Чироки был остановлен работниками Южного управления по борьбе с организованной преступностью. Силовики произвели обыск машины и самого законника, у которого обнаружили три пакета с опием-сырцом и шприц с двумя кубическими сантиметрами наркотического вещества, готового к употреблению. В ходе обыска один из оперативников по случайности воткнул этот шприц себе в поясницу, неловко присев в машине вора. Пришлось вызывать скорую помощь, чтобы милиционер... 30 июня 2007 года Амирану Гигичкори стало совсем плохо. Прибывшие медики не смогли помочь уже умирающему человеку, и он скончался. После того, как с усопшим простились родные и товарищи, тело Амирана было предано земле на славянском кладбище Краснодара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выйдя на свободу, Амиран отправился в Сочи. Как показывал опыт сидевших с ним воров, именно на Черноморском берегу водились крупные уловы в кошельках отдыхающих. Здесь же обитали и мошенники всех мастей. Всего лишь около года Амиран был в Сочи, дожидаясь курортного сезона. А когда туристы стали заполнять город, попался на одной из первых краж. На этот раз суд присудил рецидивисту полтора года колонии и строгого режима. В тюрьме он и был коронован в 1975 году, получив воровскую корону, а вместе с ней и статус смотрящего по тюрьме. Выйдя в 1977 году, Амиран уехал к родителям в Пшапе. Здесь, как и полагает человеку его статуса, продолжил совершать преступления, и в 1977 году вновь угодил за решетку. В тюрьме еще добавили срока. В итоге Амиран вышел на свободу только в 1983 году и перебрался на постоянное место жительства в столицу Краснодарского края. Он активно включился в криминальную жизнь города, и сразу же стал популярен у местных уголовников, которые стремились завязать знакомство с авторитетным вором. Но и оперативники не сидели сложа руки. В 1986 году Амирана задержали за хулиганство, самой распространенной в то время статье, и нашли у него наркотики с оружием. В итоге вор в законе отправился на семь лет в колонию. Но благодаря пересуду в 1990 году, Амиран наконец-то получил долгожданную свободу. Субтитры создавал DimaTorzok На воля! Гигичкори вернулся в Краснодар, став одним из смотрящих по Черноморскому побережью. Он зачастую принимал у себя именитых воров, и сам порой выезжал в регионы на различные воровские сходки. По его протекции было короновано четыре вора в законе. Кстати, одним из них является авторитетнейший вор Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский. Находясь в Краснодаре, Амиран поддерживал хорошие связи с местными законниками Владимиром Волковым, Волчок, Ятари Микадзе, Чиччен. Эти воры в законе осуществляли контроль определенных районов. А гигичкори были предоставлены Горячоключевской, Абширонский, Туапсинский и Армавирский районы Краснодарского края. Их он делил с таким авторитетным законником, как Ревазбух Никашвили, ПЦАУ. Группировка Амирана активно занималась рэкетом торговцев на вещевом рынке. Также они угоняли автомобили, которые в дальнейшем продавали. Не брезговал гигичкори и контрабандой сельхозпродукции из Краснодарского края в Грузию. Но имелся и полулегальный бизнес по скупке и продаже цветных металлов. Не забывал Амиран и своих коллег по цеху, находящихся за рубежом. В 1998 году он присутствовал на воровской сходке в США, где единолично представлял Краснодарский край и отчитывался за движением воровского общака у себя в регионе. 2000 год начался для Амирана с задержания. 12 января 2000 года его джип Гранд Чироки был остановлен работниками Южного управления по борьбе с организованной преступностью. Силовики произвели обыск машины и самого законника, у которого обнаружили три пакета с опием-сырцом и шприц с двумя кубическими сантиметрами наркотического вещества, готового к употреблению. В ходе обыска один из оперативников по случайности воткнул этот шприц себе в поясницу, неловко присев в машине вора. Пришлось вызывать скорую помощь, чтобы милиционер... 30 июня 2007 года Амирану Гигичкори стало совсем плохо. Прибывшие медики не смогли помочь уже умирающему человеку, и он скончался. После того, как с усопшим простились родные и товарищи, тело Амирана было предано земле на славянском кладбище Краснодара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо.